Это было самое неожиданное, по-моему, откровение за всю историю канала. Но вот явно видно неравенство. Расизм, я бы сказал, скитлосовски виден. Привет, друзья! Тупой четверг на дворе. Сегодня у нас... Ну, что такое тупой четверг? Это какая-то маленькая забавная херня, ни к чему не обязывающая. Нашли в магазине какую-то дуру, решили... Ну, не дурили, что-то необычное, просто решили попробовать. Сегодня вот у нас гигантский скитлос. Вы ели гигантский скитлос? Я не ел гигантский скитлос. Заехал в магазин для фанатов корейского всякого стаффа за лапшой, для подоширачим. И вот наткнулся на такой пакетик. Обозначено 5 вкусов. Классических это клубника, лайм, лимон, черная смородина и апельсинчик. Сейчас посмотрим, как оно выглядит. О, выглядит точно так же, как скитлос, но падал здоровый. Вот такие здоровенные твари. И вот тоже, ставь лайк, если в детстве ты вот так их раскладывал и отъедал, чтобы поровну было всех цветов. Или только у меня было такое обсессивно-компульсивное расстройство, не знаю. Но вот явно видно неравенство, расизм, я бы сказал, скитлосовски виден. Потому что апельсиновая одна конфета, лаймовых две конфеты, черно-самородиновых две, а клубничных и лимонных аж на по 5. А если я люблю апельсин и хотел именно апельсину покушать, ладно, покушать, поесть, а эти с лимонного. Кажется, это как скитлос, только большой. Это было самое неожиданное, по-моему, откровение за всю историю канала. Вообще, ему идет быть здоровым, потому что вот эта начинка внутренняя, она вкуснее, чем оболочка. А когда скитал здоровый, то и начинки больше. В остальном практически те же самые конфеты. А, еще, напишите в комменты, в детстве всегда думал, что к нам скитлос не доезжает. Почему? Потому что в рекламе говорили, что внутри взрыв сока. И я думал всегда, что вот эта вот конфетка, она сверху, вот эта глазурь, а внутри прям сок. Но просто пока он к нам ехал из Америки, он застыл, и он превратился в такую жвачку. В общем, как бы мне всегда надеялся, что вот я куплю скитлос, распакую, а там именно будет взрываться соком внутри. Но так падла ни одна не взорвалась, и сейчас я уже понимаю, что это и не планировалось, а реклама меня тупо обманывала. Теперь я сам временами работаю в рекламе и обманываю людей. Но в этом блоге, все честно, я говорю, все как есть, скитлос во рту не взрывается. Он ничем особо не отличается от мелкого, но больше, и тут больше вот этой вот жевательной конфеты. Ну, такой вот выпуск, они все такие по четвергам уж хера делать. Подписывайтесь, ставьте лайки. По вторник у нас большие обзоры. По субботам мы едим разные дошираки со всего света. В общем, не одним скитлосом и единым жив канал. Поэтому лайк, подписочка, там все дела. Можно спонсором стать, в соцсеть заходите, почитайте. Все, всех любых, некоторых, пока. Субботам.